Какое небо голубое, мы не поклонники разбоя. Ну нет, ну что вы, какой разбой. Мужчина в отпуске с Базилио. Базилио ходил на рыбалку. Ой, рыбу принес. Ох, усварили. Да, мой хороший, устал. Теперь отдыхает. Ты мой красавец, ты мой красавец, мой добытчик, мой добытчик. Вот так вот, теперь может и... Ой, Базилио, ты такой тяжелый. Хочу сказать, да. Вот сюда ляжешь, вот сюда ляжешь, рядышком полежишь. Вот так вот. А я знаете что... Ой, Базилио, иди-ка ты сюда. Нет, не хочет на солнце, в тенек пошел, в тенек пошел, в тенек пошел. Жарко, да, еще не жарко. Ах, что будем заняться сейчас? Ой, ягоды пострелим. Значит, крыжовник, смородина. Знаете что? Пойдемте-ка мы с вами закроем компот. Пойдемте, я вас научу делать компот. Пойдемте-идемте делать компот. В кастрюльке наливаем водичку, рниковую, чистенькую водичку. Добавляем сахар. Сахар добавляем, сколько. Делаем такой, знаете, вот видите, мы же не одну баночку будем закрывать, но сразу несколько. Да. Делаем такой вот сиропчик, но не такой уж прям сильно приторный. Ну так, чтобы если по хрусту были на ложечку сейчас вот. Ну, чтобы было чуть-чуть слаще, чем обычно, потому что когда мы будем заливать ягодки, они кислоту эту отдадут свою в этот сиропчик, и будет вот что надо, вот прям вот что надо. Размешиваем, ну и ждем, пока вода закипит. Ждем, а пока мы ждем, значит, уже баночки приготовили. Банки. Ну, конечно, надо побольше какой-то объем банок, потому что что же мы будем? Полулитровый компот закрывать, конечно, не везде. Так, сейчас мы закроем крышечками. Так. Так. Да, поставили крышечки кипятиться, крышечки поставили кипятиться, которые мы будем закрывать. Так, теперь банки. Ну что, банки мы намыли. Намыли банки, просушили, да? Банки намыли, просушили. Стушили банки, банки, банки. Так. Намыли просто стушили, да? Положили туда ягодки. Смотрите, где-то примерно одна треть банки ягоды. Крыжовник и черная смородина. Крыжовник и черная смородина. Хорошо и добавляем туда лимон. Самый главный, вкусный лимон. Вот эти попки отрезаем. Отрезаем. Образованием не нужны. И вот на такие толстые кружочки режем лимон. Так. Примерно где-то по два кружочка на баночку. Вот так мы где-то порежем. И примерно так. Два. Два. Вот так. Девятый. Выпросим. Оп. Значит, вот все ингредиенты уже в банке. Значит, еще раз повторяю. Крыжовник, черная смородина и две таких достаточно толстых дольки лимона. Теперь внимание. Сейчас у нас закипит сиропчик. Так, чтобы банка не лопнула, нужно поставить ее на нож. Ставим на нож. И вторую на ножик. Так. И туда кладем ложку. Вот такую достаточно большую, чтобы она, смотрите, до дна доставала. И так немножко по диагонали, наискосок в банке вот такая оставалась. Вот именно по этой ложке мы будем заливать горячий сироп. И банка не лопнет. Так, ну и теперь ждем, что мы уже, в принципе, все сделали. Ждем, пока у нас вода закипит. Так, уже водичка закипела в одну кастрюлю. Сейчас мы с вами будем заливать в банке. Заливаем. Так, на ноже стоит, на лезвии ножа. Посмотрите еще раз внимательно. Ложечка наискосок. Именно по ней мы будем заливать. Достаем кастрюльку. Кипящую. Что-то у нас кипело. Так. Хорошечку открываем. Берем поварежечку, чтобы не обжечься, все аккуратненько, да? И вот так вот наливаем по ложечке. Видите? Красота. Да, запах. Ммм, просто необыкновенный, невероятно вкусный компот. Ммм. С хорошими мыслями. С хорошими полноцами. Вот так. Вторую баночку тоже, да? Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Вазиль у меня там где-то гуляет. Вот когда примерно половинку воды заполнили баночку, да? Не воды, а сиропа. Сиропа, как же я могу сказать? Перепунтала, перепунтала. Я все перепунтала. Теперь можно уже и сняла взять раз и уже по ложечке заливаем. По ложечке. Тогда баночка никогда не лопнет. Так. А крышечки-то у нас не закипели еще. И вот прям по самое-по самое-по самое вот горлышко. Теперь вытаскиваем ложечку уже и перекладываем ее там в другую баночку соответственно. Там где-то у меня далеко. Ну ладно, постели, пока здесь. Так, крышечки, крышечки. Вот сюда, здесь закипят. Сейчас закипят крышки, прокипят немножко. Дай. И тут как раз ягодки возьмут еще сиропчиком и еще дольем прям под самую-самую крышечку. Под самую-самую крышечку. Видите, вот почти на две баночки хватило, да? Сейчас там вторая кастрюлька закипит, и мы добавим до конца. А сюда мы уже новую водичку наливаем на следующей порции, да? Так, крышечку снимаем, чтобы не отжечься. Вот так. Трехи за новинками очень удобно. И на банку. Оп. Так, а теперь будем закручивать. А здесь мы ждем вторую партию сиропа. Снимаем уже с ножа банки. И будем ее вот такой машинкой закручивать. Все по-старинке, все как бабушка учила. Потому что вот эти все ненадежно. Не-надежно. Взрывается, киснет. А вот так закрутите, никогда не взрываться, ни киснуть, ничего не будет. Очень четко. Ну вот, закрутили. Хорошо провели все краешки. Краешки, значит, снимаем эту закрывашку, закрутилку. Протираем вот так на всякий случай. Банку переворачиваем. Проверим, да? Вот так еще ее повернем. И посмотрим, если не плотно где-то закрыто, сразу будет сочиться водичка. Уже сиропчик. Вернее, сиропчика уже полуфаприкавкомботика. Видите, как окрашивается? Это еще не весь цвет. Она настоится где-то с месяц. Такой цвет будет красивый. И давайте мы ее отнесем и поставим на крышку. И вот так, пока она не остынет, она должна стоять. Огурцы, да. Ну, по огурцам это у нас старуха Шипокляк-специалист. Ну, так. Все остальные банки точно так же закрываем. Тут уже, видите, лимончик уже получен. И все. И идем заливать их сиропом и закрывать крышечкой. Ну вот, поработали немножко. Можно и отдохнуть. Ну что, сегодня погодится прекрасно. Идем. Идем купаться. Дорогие мои, берегите себя. Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас крепко. И до скорой встречи. И до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!